Всем салам, друзья мои! Сегодня у нас спортивный выпуск. Не один человек в гостях, а целая сборная по футболу Кыргызстана. Ребят, мы идем сегодня к ним в отель, потом на поле. В целом, целый день проведем с ними. В общем, один день с национальной сборной Кыргызстана по футболу у нас сегодня выпуск будет спортивный. Погнали туда, тогда к ним. Узнаем, чем они питаются. Ну и в целом, можем даже сейчас зайти к ним в комнату. Нам все дозволено сегодня. Ну, в меру, конечно. Сейчас к ним зайдем в 9 утра. Как давно, Мерлан, ты шел к тому, чтобы... Кристиан Диор, вот это все, так сказать. Луи Виттон. И долго шел? Хочу прям вот поговорить ветеранам, как царовесники вообще-то. Честно говоря, мне сейчас здесь больше нравится, чем Германия. В чем Германия, да? Сейчас сам капитан команды представит своих ребят. У нас три игры сейчас, коррекционных. Агур, да? На Кубок Азии, да. Готов? Готов, да. Котча за кухню отвечает. Как ты сегодня убедился. Да. Честно говоря, я не фанат был футбола, но я, кажется, начинаю влюбляться в этот спорт. Я сейчас этот мяч дам всем футболистам, они распишутся, и я разыграю этот мяч среди вас. Я, честно говоря, не сильно прям так шарю в футболе, но вы очень много просили, чтобы я снял про футбол. Ради вас сейчас мы влюбимся в этот спорт. На самом деле он мировой, и все его любят. Сейчас к ним зайдем в 9 утра. Так. Саламу алейкум. Можно в гости? Да, можно. Андайсар, я ребят. Можешь поздороваться. Всем, саламу алейкум. Сегодня влог с вами. Один день с вами будем снимать. Да, хорошо. В Кыргызстане в какой команде играете? Я в Душете. Серьезно, Кант? Да, Кант. Был у вас на стадионе, кстати. Круто, круто, круто. Айрбол оттуда, да, ты уже начинал? Начинал. Сейчас сколько лет тебе? Нет, 22. 22 года. Со скольки лет уже играешь? О, уже. О, с 21-го года. С позавчера начинал. Ясно, ясно. Давно с детства. Здесь-то, да. Здесь-то занимаюсь. А почему Абдышата? Ну, я сам с юга, с Алабада. А раньше Абдышата была академия. Да, да, да. Вот я вырос там, в академии. Ты же разбираешься, Шарик. У кого круче бутсы? У кого круче бутсы? Да, да, да. По деньгам посмотрим, кто у нас самый богатый тут. Нет, я думаю, не тот. Не тот. Слабо, да? Да, можно говорить. Да, можно? Что-то смотрит, да. Ага. Так, заходим к Мирлану Мирзавил. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Как дела? Хорошо. Не помешали? Нет, нормально. Кандай, сэр. Хорошо. Что смотрит Мирлан? Давайте посмотрим. Нет. Нет. Ну, там, видимо, что-то со спортом связано, да? Эй, это сериал. Сериал? Корейский? А можно вот так открыть? Турецкий сериал. Турецкий? Чтобы свет падал. Мирлан, как дела? Ну, ничего, нормально. Что-то вы... Рано. Рано, рано. Это ж такой же, один день же с вами. Хотели чуть-чуть так обзорчик сделать. Ну, что, добро пожаловать тогда. Да. А ты Мирлан один? Нет, я с Бигджаном. С Бигджаном? Да, с Амбайом Бигджаном. Обзорчик такой, что пьет Мирлан у него тут. Добавки какие-то. Это для чего вообще? Амины, да? Ну, это чисто витамины, да? Да, витамины, да, перед тренировкой. Можно? Да, конечно. Это массажная штука. Да. Помладше у них там просто вода, хлеб. Здесь уже что-то такое, что-то серьезное. Нет, но это же все равно же восстановительность после тренировки, после такой нагрузки. У нас сейчас двухразовые тренировки были. Поэтому... Что значит двухразовые? Утром и вечером. Утром и вечером. Но там просто нагрузки другие. Поэтому нужно, чтобы быстрее восстановилось состояние, и употребляем вот это. Ну, не прям все засыпаем. Освободитель. Как давно, Мерлан, ты шел к тому, чтобы начинать с простого, а потом уже на Кристиан Диор, вот это все, так сказать, Луи Виттон, и долго шел? Ну, честно сказать, своим потом все зарабатывается. Со скольки лет? Ну, врать не буду, наверное, лет с 7, наверное, начал. С 7 лет? Можешь сейчас вспомнить, даже передать твоему первому, так сказать, клубу или вообще школе, может быть, это, наверное, школьные года? Поэтому хотелось бы спасибо сказать городу Карабалта, которое действительно меня вырастило, меня, Антона, там и еще ряд других футболистов, что есть у нас такие, ну, были тренера, которые действительно вкладывали своих воспитанников очень много. А где, в почтовом играл? Да, я играл в почтовом, начинал почтовом в Манасе. Сейчас тебе сколько лет? Сейчас 31. 31. На скольки лет вообще вот так вот играет? Ну, как здоровье позволю? Пока я играю, пока ничего не мешает, здоровье отлично, ну, дайло, до 40 будет вообще отлично. Ну, супер. Друзья мои, мы в автобусе этого, можно сказать, эксклюзивное у нас видео, так что сейчас сам капитан команды представит своих ребят. Дети подали люди, дали люди, дали люди, у него в коротиже в голове, он уже обращался к ним. Давайте потихоньку представим. Давайте представим. А почему именно здесь сидите, кстати? Да не знаю, просто нигде места не было. А, да? Здесь, здесь... Вообще, у каждого есть свое место здесь? Да нет, здесь без разницы. Нет, только вот у Мирлана есть. А, нет, 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 нет. Само здесь. Да? У него и у Валеры Кашуба есть, может, старички. Давайте вот по правой, по левой стороне. Вот это вот Ирнис Батрканов, наш небомбардир. А вот Мирлан Мурзавин, наш бомбардир. А вот парень красавчик, чисто, скромный парень, раздающий посыль. Да, ну, когда не надо, все мы знаем, какого. Нескромный пацан. Это... Это Бегджи, отвечающий за юмор в команде. Пошути. Самый серьезный. Анекдот рассказать? Давай, давай. Короткий? Не, не знаю, я не знаю. У меня только черный юмор. Да, да. Можно. Это же Ютуб. Не, не, он веселит так, чтобы никто не знал. Такие шутки никто не знает. Котча за кухню отвечает. Как ты сегодня убедился с утра. Сегодня с утра была осанка. Вчера вечером был Форел такой. Это Ксепа чуть за что-то отвечает. За настроение в команде. Так что... С этим все у нас хорошо. Вот этот мяч разыграем. Еще и распишемся обязательно. Удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 В следующем году Сколько тебе лет? Я 24 24 года? Русский язык ты выучил дома Немножко На зупа, бруда. Красава? Нет. Ты сладости ешь, да? Да, сладости. Как тебе национальный напиток? Вот этот. Сейчас, подожди. Как тебе вот? Ты понял вообще, что это такое? Я как еще не пробовал. Давай попробуем. Родители гордятся, наверное, что ты сборной. Я думаю, хорошо. Как папа тоже главный. Как раньше тоже спортсмен был. Да? Где он играл? Нет, он горнолыжник был. Горнолыжник? Раньше. И я думаю, что он считается, что неплохо играть для Кыргызстана. Да. Так, конечно, шансы больше есть, чем германский год. Давай посмотрим твои татуировки. Что это означает? Это египский, как... Саня, как это год? А? Год. Бог. Бог, да, египский. Ты знаешь, наверное. Да, да, да. Ага. А здесь? Это гороскоп тоже такой. Угу. Да. Тигрик или тигра на китайском. И у нас как... Рога? Рога такой. Наверное, знаешь, какой это. Ну да, это вот... Как это? Архар или как будет? Да, таким рогами, такие. Угу. Понял. Да. Ну что, давай попробуем тогда напиток. Можно, да. Да. Готов? Готов, да. Давай. Просто. Спасибо. Что, на что похоже? Это не как пиво? Нет, это не. Не как пиво. Немножко кислый тоже. Кислый, да? Кисломолочный. Это после пива. Можно после пива, да? А что еще там? Это национальный напиток у нас. Из лаков сделано. То есть это натюрлих. Ты на какой позиции играешь в сборной? Сейчас на фланг больше играю. А больше защитник. Ты защитник? В Германии ты защитник? Нет, там я как больше впереди играю. На фланге. Угу. На левом или правом. Угу. А сейчас больше задняя позиция. Понятно. Ну ты все понимаешь, когда тебе тренер говорит? Ммм, пока более-менее да. Или он тоже помогает. Ммм! Ура! Ура! На, родной, гаси! Ура! Мне два манекена надо! Так, еще воду не включили, пока на фронтке дать! Гаси! У нас же есть стыковые! Что, я туда посмотрю! Смотрите, что делай! Ура! Е-е-е-е-е! Мура, заходи, Мура! Мура, заходи, Мура! Э-е-е! Э-е-е! Э-е-е-е! Э-е-е-е! Узбекская поддержка! Э-е-е! Пойдем, познакомишься со своим, этот, коллегой. Переводчиком он. И все знает. И английский. Да, он тоже. Мне сказали, что ты прям и помогаешь. Что с ногой? Связки порвал. Ты сейчас у нас на... Правозащитник. Отдыхе? Нет, я тренируюсь. Тренируешься? Порвал связку. Помогает это? Полтора месяца назад, да. Помогает. Ну как, какие у нас сейчас... Есть шансы? Конечно. Шанс всегда есть. Всегда есть. Думаю, сейчас вообще шанс хорош. Что дома, тем более, играем. Сейчас в каком клубе играешь? Дурдой. Дурдой. А вот такой вопрос. У вас жизнь там, в том же вашем клубе, там, Дурдой, да? Зарплатная же, да, эта же тема? То есть вы на зарплате? Мы на зарплате, мы на премиальных. Премия от гола, да? Матч нет. Матч в игре, получаем премиальные. Все премиальные. Да. А это секрет? Сколько получает в среднем футболист? Ну, конечно. Я думаю, никто от своей зарплаты не говорит, потому что, ну, у нас контракты прописаны, что нельзя делиться этой информацией. Поэтому, ну, только самые близкие знают эту зарплату. Я тоже не спрашиваю, у кого, какая зарплата. Ну, просто вообще, в целом, все, что связано с футболом, это какие-то колоссальные цифры. Ну, это в Европе. Да, вообще там. Сейчас МБП, например, 300 миллионов просто получил, и все. У нас, конечно, не такие деньги, но у нас и, скажем так, уровень футбола не такой, как в Европе. Ну, да. Ну, уже, хотя, каждым годом в Кыргызстане футбол уже лучше поднимается, лучше становится. И игроки с рубежом сюда приезжают, хотят играть. И поэтому у нас тоже вот футбол каждым годом поднимается. Футбол когда-то закончится. Ты же знаешь. Да. Чем бы ты занимался после этого? Ну, честно, об этом еще много не думал. Ну, с агентом работаем, это меня тоже очень интересует. Агентство. Агентство? Да. Тренером я пока себя не вижу. Но в агентство, игроки там, контракты там, что-то сделать, не знаю. Ну, пока, честно, так сильно об этом еще не задумался. Пока в футбол, в сердце, в душе, в голове, с головой только в футболе, да? Да. Что, этот, озорной у тебя сосед? Без комментариев. Без комментариев? Невесту нашли ему? Я же сам из Германии, я своими перевозил. А что? Да. Да. Такой нанес. Да. А ты сейчас где живешь в Германии? В Германии? В Германии. А как получается Дордо и… Нет, я… Что-то интересное стало. Как получается, что ты здесь… То есть… Ну, я играл за Бурусью. Меншенгладбах. С Терштегом на месте треновался. Ничего себе. Ага. Потом были травмы, потом были… ну, тренера поменялись. Потом я вот только четвертой в пятой лиге играл. Мне хотели сделать гражданство, как я здесь родился тоже. Потом два годика были, мы в Германию переехали. И все, гражданство сделали. И семья живет в Кёйне, в Германии. Родители, брат. А я здесь… У меня здесь в Ивановске еще тетя и дядя есть. А остальные все в Германии. То есть, ты сейчас такой, получается, командировочный, да, здесь? Ну, у меня контракт. Я каждый год лечу в отпуск домой. В ноябре отпуск у нас. Я лечу домой, а так по контракту у нас год. У меня еще до ноября… А сколько у тебя еще контракт? До ноября. До ноября? Дальше? Что думаете? Посмотрим. Я же не знаю, что будет завтра. Ну, то, что ты в национальной уже сборной, это уже в целом для твоего, да, как бы, бэкграунда, это круто, считаете? Ну, конечно, да. В сборную играть всегда как-то гордость. Тем более, родители очень гордятся. Папа здесь родился, я здесь родился. Все равно какая-то гордость, что ребенок играет за сборную. Да, за сборную. Я сейчас уже восемь игр за национальную сборную сыграл. Супер. Это вообще, прям, ощущения не можно словами передать. Ну, это круто, действительно. А так ты в отпуск. У тебя семья или как-то, или еще холостой? Нет, я еще не женат, ничего. Что, инстаграм оставляем? Я еще не женат, ничего. Как тебе жизнь в Германии? Ты же с детства, да, там? То есть, в принципе, ты как-то влился туда. Да. С двух лет, ты сказал? Да, два годика было, и мы переехали. А, ты, значит, в принципе, толком ничего не помнишь здесь? Да, ничего не помню. За эти восемь раз, которые ты здесь играл, ты как-то, да, уже более-менее освоился? Да. Сейчас тоже. Ну, я уже в Кыргызстане, получается, четыре с половиной года. У меня здесь каждый год с Дордоем хорошо получилось, что контракт там продлили. И поэтому здесь я привык, мне здесь очень нравится природа, горы и всякую менталитет здесь вообще просто. Мне сейчас, честно говоря, мне сейчас здесь больше нравится, чем Германия. Чем Германия, да? Да, там все закрыто. Ну вот, даже так, да, там COVID очень страшно было. Строго? Да. А здесь уже от COVID ничего не слышно. Уже столько. Поэтому мне сейчас здесь очень нравится. Я так понял, ты в семье, у тебя на русском, то есть, у тебя как бы не изменился, у него акцент, допустим? Ну, например, у меня родители, мама очень строго хотела, чтобы я научился читать. Я дома только на русском разговаривал, только на русском. С братом на немецком только. Ну, у него жена тоже немка. Ну, она понимает тоже, и в русске. А с братом только на немецком, и с родителем только на русском. Ну, они меня учили с детства, что я должен на русском разговаривать, что я это всё должен знать. У меня сейчас классный тебе вопрос такой. Дома родители, когда скучают по Кыргызстану, что они могут приготовить что-то из азиатского плов 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 мама очень вкусно готовит все дети и такой вот отец за такой давай за бац и дать плов а ты сам по сути даже не в никогда его и не пробовал но у тебя с рождения да ты ешь этот блог но кстати когда я дома был в германии я плов не очень любил когда в германии жил а когда 100 переехал его прямо обожаю значит попробовал настоящий плов понятно бешпормак мама не готовила готовит тоже тоже тянет да иногда когда вообще азиатская национальном даже сочи нравится а родители там германии у вас бывает такое что там раз в год встречается со своими одноклассниками из кыргызстана или там собираются с кем-нибудь редко очень редко все уже разъехались разъехались просто в германии большой комьюнити кто-то в россии кто-то вообще в америку ехал в германии ну классно то что вы бешпормак и плов готовите дома это здорово но настоящий ты здесь попробовал но я рад давай тебе удачи мы еще увидимся на поле спасибо те вам дайки шин рахмат а Субтитры сделал DimaTorzok Я не фанат был футбола, но я, кажется, начинаю влюбляться в этот спорт. Во-первых, это жуткий труд. У них все болит постоянно. Травмы. И они молодцы. Ну, работяги, трудяги, красавчики. Молодцы. В общем, я так скажу, то, что мы все это видим, заработки, красивые автомобили, это все за этим стоит труд. Реально труд. Ежедневный. Во-первых, хочу поблагодарить, что вы нас, так сказать, обрадуете тремя играми у нас. В Бишкеке пройдут, да? Получается, Сингапур, Мьянма и Таджикистан. Абсолютно. Вот. Я надеюсь, мы выходим, то есть, получается, лидерами, выигрываем. Это моя прям надежда. Вся и ваша тоже. Что дальше? У нас три игры сейчас квалификационных за выход на Кубок Азии. Да. И если занимаем первое или второе место, то команда дальше проходит на Кубок Азии уже в финальной части. Будут участвовать 24 команды. То есть, это главная задача. Наша задача, как всегда, максимально набрать 9 очков и выйти с первого места из группы. Угу. Ребят, во-первых, мы хотим вас пригласить. 8, 11 и 14 мы вас приглашаем. Стадион Спартак. Да. Вот. Могу ли я спросить вопрос про люксов? Все спрашивают, где люксов? Любой вопрос. Я не знаю, где в Германии где-то. Он закончил с футболом. Все. Он сейчас не будет играть. И в целом он закончил и в Германии не играет. Нет, уже больше года. Больше года. Так что, ребят, мы ответили на ваш вопрос. А где он, я точно не знаю. Как у мамы с нами ты говоришь? Большое. Это не знаю. Нет, нет. Не знаю. Ваша задача берет. Мы оставим 1 possibles. Это Oregon командой. У нас есть один мыс в Кыргызстан. У них нет. Масание нужно 1 получать. Сейчас мы должны были на 1 получше. Вы выражения? Давайте перечислим все ваши клубы, где вы играли. Прямо начиная с юношества. С юношества. Футбольный клуб Максат Беловодская. Потом спортивная школа имени Ширалы Садыкова Руорбишкек. Национальная гвардия, Руорнасгвардия. Так, Дордой Бишкек. Затем Алга Бишкек. Некоторое время в Абдышате тренировался, но за них не выступал. Спасибо им за время, которое я там проводил в тренировочном процессе. Аллай, Ош, Акбулак. Казахстан, Первая лига. Так, Худжан, Таджикистан. Ух ты, даже до того. В 2015-м, да, мы серебряными призерами как раз стали. Так, кого-то, если не упомянул. Простите, да? Простите. Такой вопрос. В какое время, примерно, какие годы Кыргызстан начал понимать, предприниматели начали понимать, что нужно вкладываться в футбол? Какие годы? Вы вот прям почувствовали? О, и у нас тут начинается уже немножко так. Ну, почувствовал. Вот уже, когда новая эра, наверное, наступила перед тем, как Александр Сергеевич Крестинин пришел со своим тренерским штабом. Это уже было, явно стало заметно. Это какие годы? Ну, начало 2015-й год, получается, конец, наверное, 2014-го мы в Китай поехали на первые сборы тренировочные в Таиланде, потом две игры товарищеские с Китаем. Это, получается, период с 2014-го на 2015-й год. И потом 2015-й год отборочный цикл полностью начался, когда мы в группе с Австралией, Орданией, Таджикистаном были. Ну, с того периода, потому что все начали понимать, что что-то сдвинулось, да, с какой-то мертвой точки. И люди начали понимать, что мы действительно сейчас, на данном этапе, мы можем что-то предпринять, чтобы наш футбол двигался вперед и развивался. Хочу прям вот поговорить ветеранам, мы как-то ровесники вообще-то. Вопрос такой, что значит сборная по привилегиям? Давайте по привилегиям. Что это? Повышенная зарплата? Что это? Газету бесплатно выписываете? Ну, это я так, конечно, шучу, но... Нет, ну, если на данный момент... Помимо, конечно, естественно, гордости там в целом, но... У каждого футболиста, я считаю, должна быть сборная, да? Вот, вот, то есть... Да. То есть та страна, за которую он болеет, переживает. Это мы себя, например, что мы здесь внутри страны, это мы, получается, прославляем свою семью, да? Ну, больше так, если сказать. Люди из Германии приезжают. А если мы играем за пределами нашей страны, представляем свою страну, то есть мы представляем сборную, представляем весь народ Кыргызстана, да? То есть на нас там смотрят, да? В сборной. Это смотрят, значит, на страну, то есть это наш след, наш отпечаток. Поэтому, в первую очередь, наверное, если свои приоритеты расставлять на данный момент, да, то сборная – это действительно гордость. То есть это, если материальное все на второй план убрать, то это действительно приоритет тот, что за флаг, за свой народ, за свою семью, за своих родных и за всех тех, кто за нас болеет и те, кто, можно сказать, нами гордится, да, и кем мы гордимся. По сути, мечта каждого футболиста, верно же? Мечта же каждого футболиста попасть в сборную. Может, мы это не так воспринимаем, что это, может, у нас, а, вот есть рядом сборная, все. Ну, вот, если ты будешь сборной, а потом какой-то период ты не будешь сборной, да, вот тогда, может, у человека какая-то перезагрузка идет, он начнет понимать, скажет, елка, у меня же была сборная, да? Действительно, приоритеты уже другие расставляются. Тренером есть желание быть? Тренером. Маленьких? Ну, можно и не маленьких. Ребят, можно уже и побольше, да? Так, с сынишкой я вожусь, он у меня тоже вратарь. А, да, ну, вы не, вас не приглашали, нет такого желания в целом? Ну, в клубе, вот, получается, в Дурдое, там у нас тренера вратарей, как бы, такая, вакантная должность. Там приходится и играешь, и тренировочный процесс, да, как бы, на мне в этом году. Тренировочный процесс. А так весь объем, все, по работе выполняем с ребятами одинаково. То есть? Никаких поблажек, что я там тренер, я выполняю, моя программа, я делаю это, вы делаете, нет, все. Пока все в полном объеме. В дальнейшем посмотрим, я рассматривал, в принципе, после, если, завершения карьеры. Но пока завершать не собираюсь. Не надо, не надо, не надо, не надо, еще много впереди есть, да, работа. Эти ребята используются как стенка. Ну, низковатые ребята, но мне сказали, что есть еще и 2 метра. Вообще, я начал говорить о том, что, так как это азиатские игры сейчас проходят, я говорю, возможно, это из-за того, что азиатские, они такие низкорослые. Но мне сказал менеджер, что сейчас акселерация новых азиатских футболистов, они прям как баскетболисты, чуть ли не 2 метра, представляете? Вот, так что нынешние футболисты азиаты уже высокие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, один день с футболистами заканчивается. Футбольный мяч специально для вас пробил, ребят. Так что, будет конкурс. Я же говорил, что они приколисты. Давайте так, я сейчас этот мяч дам всем футболистам, они распишутся, и я разыграю этот мяч среди вас. Вам просто нужно написать участвую, и все, под этим видео. Слово участвую, и погнали. Разыграем через пару месяцев обязательно. Давайте участвуйте, пишите, и напишите, кто ваш любимый футболист. Все, друзья мои, пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok